Привет! Сегодня я расскажу вам о плюсах и минусах круизного путешествия на французскую Полинезию и Мальдивы. Для любителей круизных путешествий это на самом деле те места, которые обязательно стоит посетить, чтобы получить незабываемые ощущения и воспоминания на всю жизнь. С вами Владимир, эксперт по круизам. И не забывайте подписываться на мой канал и активировать колокольчик, чтобы всегда быть в курсе новых выпусков на моем канале Круизная карта путешествий. Ну что, поехали! Начнем с того, что такое французская Полинезия. Это французская заморская территория, расположена в южной части Тихого океана, практически в самом его центре. Да, конечно, добираться оттуда очень далеко, особенно из России, это практически больше суток, почти 30 часов на самолете. Общая площадь французской Полинезии порядка 4000 квадратных километров, и это, если считать по суше, 118 островов. Вы наверняка слышали название самого крупного из этих островов – Таити, на котором также расположен международный аэропорт и столица этого государства. Также на Таити проживает более 70% местного населения. Итак, почему вам обязательно стоит задуматься о посещении французской Полинезии? Несколько плюсов. Первая и основная причина – здесь, пожалуй, самая красивая природа и самый красивый океан из всех мест, которые мне попадались на моем пути. Сами острова французской Полинезии вулканического происхождения, поэтому красивейшие горы и холмы в сочетании с ошеломительно прекрасным океаном не оставят вас равнодушным. Места здесь не просто с большой буквы пляжные, но и по всем курортным статьям эксклюзивные. Длинные пляжи из белого мягкого песка, бирюзовые лагуны, окруженные зарослями экзотических растений. При этом все пляжи считаются общественными, и доступ на них совершенно свободный. Объективные трудности, сопутствующие тому, кто решил добраться до этого края света, с лихвой компенсируются теми потрясающими впечатлениями, которые путешественник получает взамен. Ведь в конце концов, чем измеряется полнота нашей жизни, как не новым приобретенным опытом? Вторая причина. На этих островах очень уникальная, самобытная и неповторимая культура – музыка фольклор. Путешествуя между островами, у вас возникает множество возможностей познакомиться с этой культурой, архитектурой, едой и даже сувениры и украшения здесь неповторимые. Говорят, что во французской Полинезии самобытная местная культура еще не превратилась в туристический аттракцион, как это произошло во многих других странах. И местные жители действительно живут так, как вы видите, а не строят потемкинские деревни для туристов, где воспроизводят лубочный туземный быт на показ. Хотя влияние глобализации безусловно ощущается, особенно на центральных островах, вроде Таити или Бора-Бора. А еще здесь чисто, очень чисто. Люди здесь действительно очень доброжелательны и гостеприимны, и, пожалуй, вы нигде больше не увидите настолько интересную и уникальную культуру. Третья причина, почему стоит посетить французскую Полинезию именно в круизе, потому что это самый удобный способ увидеть максимум красот и многих островов. Не усложняя себе жизнь перелетами и переездами из отеля в отель. Ну и еще одна причина посетить французскую Полинезию – это огромное количество предлагаемых экскурсий на любой вкус, цвет и кошелек. Конечно, сноркелинг и дайвинг составляют львиную долю впечатлений на островах. Но также организовываются специализированные экскурсии к китам, дельфинам, купания со скатами, которые на удивление проявляют чудеса привязанности и дружелюбия к человеку. Смотрите сами. Ну и, конечно, любые водные виды спорта, которые только можно себе представить. Причем некоторые круизные лайнеры даже дают возможность прокатиться на катамаране, яхте или водном джетске прямо с борта лайнера. Как, например, корабли компании «Поулгоген». Во время стоянки в порту они открывают специальную площадку, откуда вы можете без проблем заказать почти любое приключение на воде. Прогулки на катамаранах также очень популярны. Многие из них начинаются на закате, добавляя к романтичному отдыху еще и сногсшибательные виды заката, когда солнце садится прямо в океан. Кроме водных видов развлечений, доступны также и наземные. Например, велосипедные экскурсии. Помимо возможности прокатиться по ананасовым полям и подняться на велосипеде, к шикарным смотровым площадкам. Многие организаторы предлагают даже электробайки. И четырехколесные карты, на которых вы вполне спокойно можете проехать по любому бездорожью. Еще одна фишка, кстати, которая привлекает круизеров, это предлагаемый на корабле «Дей Пасс». Возможность посетить один из шикарнейших пятизвездочных курортов на целый день и воспользоваться всеми предлагаемыми услугами, как, например, курорт «Интерконтиненталь» Бора-Бора. Вы имеете возможность на один день посетить этот курорт и воспользоваться всеми предлагаемыми на этом курорте возможностями, включающими и эксклюзивный пляж, и бассейн, и рестораны. Итак, я назвал несколько причин, почему стоит задуматься о поездке на французскую полинезию в круизе. Конечно же, в любой бочке меда есть ложка дегтя. И несколько причин, которые необходимо учитывать и которые необходимо взвешивать, прежде чем принять решение отправиться в французскую полинезию. Первый и основной минус, конечно, это далеко. Реально, я уже говорил об этом, вам придется потратить больше суток для того, чтобы добраться, прилететь в международный аэропорт Таити. И это, конечно, существенный недостаток, потому что вам, кроме этого, необходимо будет достаточно четко спланировать свое посещение этих островов, чтобы не было досадно и безумно обидно за потраченное в полете время. Второй минус, конечно же, это стоимость самого круиза, которая отнюдь не является дешевой. Хорошее редко бывает дешевым. Это в полной мере справедливо и для французской полинезии. Здесь реально дорого. В свое время Поль Гоген сбежал из Франции на Таити от неустроенности и бедности. В наши дни ему, вероятно, пришлось бы бежать обратно. Третий минус – погода. Она на островах, как и на любых, в принципе, островах, достаточно сложно предсказуема. И хотя количество солнечных дней в целом в году достаточно большое, тем не менее, есть не сезон, когда бывают и ураганы. В результате, ну, из практики, из опыта, самое лучшее время для посещения французской полинезии – это июль и август. Ну, может быть, конец июня тоже, когда у вас гораздо больше шансов застать прекрасную погоду, солнечную, чистое голубое небо и спокойное море. И четвертый, на самом деле, немаловажный комментарий. Прежде чем покупать круиз, даже если он кажется вам относительно дешевым, обратите внимание на то, какая круизная компания и какой корабль предлагают. Потому что достаточно многие большие круизные компании приходят на острова французской полинезии, предлагая большой корабль, который не приспособлен и не имеет возможности посещать эти многие острова. И в результате, по сути, вы имеете возможность увидеть только один или два, максимум три самых крупных острова. При этом, например, есть компании, одна из которых, например, Poligagen, так и называется, которая имеет корабли специально созданные и приспособленные именно для переездов между островами. И вы за свой срок круиза, 7 дней или 10 дней, имеете возможность посетить большое количество островов. Ну и в конце немного о Мальдивах. Мальдивы, конечно, гораздо ближе к нам, чем острова французской полинезии, но при этом отнюдь не намного дешевле. И на самих Мальдивах пока что нет, ну и слава богу, наверное, что нет больших круизных кораблей, курсирующих между островами. Зато при этом есть неплохой круизный маршрут, пользующийся достаточно хорошим спросом. Это из Индии в Мальдивы. Обычно, начинающийся из Мумбая или Кочина и завершающийся, через 7 дней вы прибываете в столицу Мальдивских островов Мале. Далее вы имеете возможность продолжить свой отдых именно на Мальдивах, либо остановившись на одном из курортов, либо продолжив свой круиз уже между островами, а не большой яхтей. Про особенности круиза именно на Мальдивах я расскажу вам в одном из следующих выпусков. Если вам понравился этот выпуск, не забывайте поставить лайк и подписаться на мой канал «Круизная карта путешествий». До скорой встречи. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok